Волшебные чаи от волшебного доктора. Я сейчас просто покажу, расскажу, а показания, противопоказания я в описании и в комментарии оставлю, ребят, потому что это достаточно долго. Ну, общее такое направление у этих чаев противовоспалительное, укрепляющее, активизирующее, потому что богатое витаминами, биологически активными добавками. Вот эти вот травы волшебные, которые я сам лично собираю в лесу, и все дикое. Если я что-то буду говорить, если вишня или клубника, это все дикое. Итак, поехали, дорогие друзья. Пришла наша собачка. Так, это у нас малина. Малина ферментированная с листом. Малина, ну, да, очень часто приезжаешь, я когда на скорую помощь работал, приезжал, педиатр придет, ребеночку сразу назначат столько препаратов, да, и антибиотик, и противовоспалительных, два, и антигистамины, и еще же, еще ничего не случилось, да, а как моя бабушка меня лечила? Ветки малины, ветки смородины, если не было ягод, сухих, а липа, липа, да, патагонная мята для успокоения. Ну, ладно. Так, это у нас что? Ну-ка, вспоминайте. Малина. Малина. Дальше мы добавляем, естественно, ферментированной клубники лесной. Дальше. Это что? Это у нас смесь костяники, костяники, да подальше можно меня снимать, костяники и земляники, дорогие друзья. Дальше идет. Это у нас смородина, красная и черная, черная переработанная, блендер, тоже ферментированная и красная. Так, это, это у нас ежевика, листья. Отличается по цвету. Это у нас, дай бог памяти, вишня с листьями ферментированная. А это у меня, нет, это была смородина ферментированная с листьями. А вот это вот вишня. Да, он видно прям уже с ягодкой. Я вот думаю, не забыл я, перечисляя, может быть, в два раза повторил. Так, еще раз. Ежевика, костяника, клубника полевая, земляника, вишня ферментированная тоже с листом. Да, черная смородина. Черная смородина и малина, и красная смородина. Да, все посадил в лесу, между прочим. 15 лет назад втукнул просто на вырубки и малину, и смородину, и красную смородину. Можно сказать, это все лесное. Вот так вот. Да. Сколько будем продавать? Дай посмотрим. Давай. Весы. Так, ну я потом еще перемешаю, посмотрим, сколько это будет. Это 60. Вот это нормально или побольше? Вот сколько покупала? Ну, грамм 100, наверное. Потому что все-таки заваривается большое количество. Так, 100. Значит, по 100. Ну, это много. Ну, 110, ладно. Господи. Нет, нет, я имею в виду, 100 грамм это достаточно много. 700 рублей нормально будет? Наверное, должны сказать нам люди. Для такого труда. Конечно. Это первое, это как реклама. На следующий год будет больше. Ребят, я в этом году, ну я же мухоморами начал заниматься. Официально, да. И у меня в данных по фермерскому хозяйству заготовка и грибов, и растений лекарственных, и других продуктов леса. Немного в этом году. Потому что с мухомором я как бы работаю с 2005 года. А знаю о нем с 7 лет, с 87 года. От бабушки, да? Ну да, с бабушкой вместе ходили собирать. С 99-го мы с друзьями уже начали собирать. А именно рекомендовать, скажем так, алкоголикам. Алкоголикам. Алкоголь зависимым. Химически зависимым больным, да? Начал с 2005 года. Так. А сейчас я начал травами вплотную заниматься. Не просто так, как вот я рекомендовал, как бабушка меня научила, как меня вот эти местные бабушки тоже показали. Я все время им ходил, с 10 лет за грибами ходил. Все время они мне просили и грибов принести, и мухоморов. Ну так, когда беленьких, когда много. И трав, и показывали, что принести, и для чего говорили. Потом в институте каждый врач знает о фитотерапии не понаслышке. Вообще мы начинаем заниматься на фармакологии. Знаете как? Сначала мы изучаем историю медицины, как Рецена работал, чем занималась. Потом на фармакологии. Как изготовлять лекарства, как их сочетать, как делать. Подождите. Как их делать? Как же я не помешал-то своей... Молча. Своей ступочкой. Вот, мешаю. То есть, показания, противопоказания. Между прочим, чтобы точно знать, прям 100%. Хотя там много еще не выложено, всегда меняется. Но все-таки это справочник Видаль. Да? Или клиническая фитотерапия, энциклопедия для врачей. Вот там все по порядку. Как готовить, на что действуют, какие противопоказания и так далее. Ну вот так, придумал пакетики такие. Буду тут писать. Пакетики, знаете, как в этом самом... На почте, да? Нет. В тех старых аптеках, где... Да-да-да-да-да. Как это называлось-то? Когда изготавливали на заказ. Изготовки, да. Такие были пергаментная бумага. Давай посмотрим. Все, перчатки одену. Ну ладно, нормально. Надо было снять, наверное. А, хотя нет. Нет, ну зачем я чистить? Как работаю, так и снимаю. Это вот сейчас посмотрим, сколько в этом пакетики, да? А то буду отличаться от блогеров. Там все без перчаток. Ну я не могу себе позволить. Как медик какие. Даже руки помою, ну как-то вот. Потому что люди... Так. Ммм. Ну вот. Ну ты понимаешь, это же не заменит никакую баночку БАДов. Реально. Ну никакую. Если добавить витамин Д3, никотинамид, никотинку, и микроэлементы, хотя тут полно микроэлементов, но тот же кальций, это я потом скажу где, то все. Гораздо только эффективнее, потому что тут левовращающиеся витамины, они природные. Они вот так входят, подходят к клетке желудка или клетке мишени, да? И они вращаются в ту сторону, на которую заострен рецептор, чтобы их захватить, скажем так. А в химии правовращающиеся молекулы. Вроде тот же витамин, но по-другому. И вы его 100% если приняли, грамм, да? То всосется и подействует, будет эффективен только процентов 10-20 от заявленной. Это представляете, сколько вам надо витаминов есть, чтобы перекрыть природные витамины. Очень-очень много, ребят. Ну, это вот так. А в химии левовращающиеся витамин С сделать гораздо... Уйди отсюда! Кто его отпустил? Я. Не надо. Раньше времени. Так. Правовращающиеся... Левовращающиеся. Левовращающиеся. В общем, сделать их очень дорого. Ну, дорого, потому что это надо там все менять. Их не делают. Вы кушаете, правовращающиеся. Поэтому питайтесь здорово, профилактируйте свои заболевания. Ну, и какие-то легкие лечите природным сырьем, природными лекарствами. Вот так вот. Все. До фаминии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!